Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают всего. Думаю, что можно такого сказать, чего уже все знают, мне кажется. Я подумал, слушай, я не буду просто проповедовать. Я, знаешь, достану факты из истории, расскажу о свидетелях и расскажу немного истории. Да? Это очень важно. Я считаю, что человек, который ходит в церковь, считает себя верующим, ему нужно знать некоторые факты, некоторых свидетелей и историю. Я думаю, что это будет большой подспорь. Ну и, конечно же, в конце мы поговорим о духовной части, безусловно. Итак, из истории. Из истории. Сначала про календарь. Юлианский календарь и Григорианский. Не пугает никого слова. Все знакомы. Юлианский календарь, это он был до 16 века. Люди жили по Юлианскому календарю, но у этого календаря был один недостаток. Один недостаток. Какой? Там было всего 365 дней. А вы знаете, что высокосный год, там плюс один день, да? Все знают. А почему так? Потому что в световом году, световой год, там 365 дней и 0,25 дня. 0,25 дня еще есть. И вот, когда жили по старому Юлианскому календарю, священники запереживали, что спустя тысячи лет, если каждый раз добавляется 0,25 дня, в итоге Пасха с, когда Пасха в марте, она с марта сдвинется на май. Потому что каждый раз добавляется же, а 365 все равно. Получается, календарный год одинаковый, а световой год, он на чуть-чуть больше. Вы со мной вообще? Я доступно объясняю. И потом, значит, в 16 веке папа Григорий, он говорит, надо это дело исправить. Я не хочу Пасху отмечать летом. Это неправильно. Потому что, изучая Священное Писание, люди поняли, что Христос был распят, воскрес, где-то вот весною. Мы не знаем точных дат, но весной это было. И поэтому Пасха должна быть весною. И переживая то, что Пасха сдвинется, они решили, что сделать? Решили добавить один день, чтобы уравновешить все это дело, чтобы, ну, календарный год не сдвигался. Просто в одном из году появлялся еще один день. И как бы все нормально. Тогда Пасха вовремя. Высокосный, да. Высокосный год же будет, да, сейчас у нас? Как все знают, смотри. И, значит, и добавили. Появился Григорианский календарь. И стали так жить. Прошло какое-то время. Почему у нас вот такая вилка-то появилась? Там, 25-го, 7-го, Новый год, Старый Новый год. А именно из-за этого и появилась. В России так и жили по Юлианскому календарю. И потом во времена Ленина, это 1918 год, выпустили декрет. И решили, что нужно переходить на Григорианский календарь. А к тому времени уже время убежало вперед. И световой год, он был чуть-чуть впереди. Ты вроде бы смотришь, по идее, еще март, но уже как бы почки набухают. Но я так образно рисую пример, чтобы было понятно. И, значит, советская власть принимает решение, что нужно Григорианский назад сдвинуть. Все. А в Юлианском календаре первый праздник был Рождество. Рождество шел раньше Нового года. По Юлианскому календарю. Вообще, Юлианский календарь, Юлианский, был привязан к Рождеству. Это был главный праздник в году. И все было привязано к нему. А Новый год был позже. Вообще, Новый год, кстати, был в марте, вы знаете, при Петре Первом все уже изменилось. Сейчас скажу об этом тоже. И когда стали сдвигать, то календарь вот так вот раз и сдвинулся. Поэтому Пасха, или не Пасха, говорю, Рождество, которое было перед Новым годом, оно вот так раз перескочило сюда. И оно стало 25-го. А Новый год стал тогда. А православная церковь сказала, а мы не хотим так. Мы будем по-юлианскому. И вот получилась вот такая вот вилка, такой разбег. Поэтому у нас есть Новый год, а через 14 дней Старый Новый год. Потому что по-юлианскому календарю был тот тогда Новый год, понимаете? И люди как бы запомнили это. И теперь есть у нас Новый год, одна Пасха, Старый Новый год, Вторая Пасха. Окей? Вы здесь? Теперь будете знать. Теперь будете знать. И суть не в том, там 25-го Пасха она была. Ой, Пасха. Простите. Рождество 25-го оно было или 7-го. Знаешь, время вот это вот как-то перемешалось все. Дело не в этом. Но очень важно помнить, что Рождество всегда было перед Новым годом. И рождественские праздники, они, как сказать, предваряли Новый год. Сочельник, елки, венки на дверях, подарки, песни, сценки. Это все было перед Новым годом. А сегодня это как будто бы забылось. И сегодня Новый год, он главенствует в этой праздничной атмосфере. А Рождество, оно забылось. И оно ушло на второй план. И даже мы когда поздравляем, мы говорим с Новым годом и Рождеством, да? Как-то даже неправильно, мне кажется. А было раньше не так. Было с Рождеством и Новым годом. Друзья, вы здесь. Все хорошо? Переживаю чуть-чуть. Итак, сегодня мы проповедь как называется? Да я даже не знаю, как называется, но название у меня такое в голове. Факты, свидетели и Бог с нами. Такое, знаете, вот рабочее название. Факты, свидетели и Бог с нами. Мы сегодня будем читать пасхальную историю. Да что такое? Все, я просто про Пасху, когда думал, что сдвигали ее, все, меня заело. Простите. Мы сегодня будем читать рождественскую историю. Она написана у нас более детально в Матфе и в Луке. Это вторая глава. Мы будем ее читать и думать сегодня о ней. И тоже кое-что помыслим. И я думаю, что она нам пригодится в будущем. Есть факты, на мой взгляд, о Рождестве, которые, знаешь, вот припирают мой скептицизм, мое сомнение, мое какое-то вот к стенке. Знаешь, на лопатки ложат тебя. Мы как-то с сестрой разговаривали, я говорю, с Людмилой, я говорю, мужа зовите. Я ему такие факты скажу, положу его на лопатки. Потом такой думал, ох, я нос задрал, перебрал. Можно, нет, но сейчас давайте. Итак, будем читать мы Матфея вторую главу. Матфея вторую главу. Это будет первый наш факт, о котором я хочу сказать. Матфея вторая глава тоже. Потому что в Луке я не вижу про мудрецов, а в этом есть Матфея. Вот. Итак, читаю, буду с первого стиха вторая глава читать. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И эта перепись была первая в правлении Квериния Сирию. И пошли все записываться каждый в свой город. И пошел также Иосиф из Гелилея из города Назарета в Иудею в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. И записался с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Пока остановлюсь. Вот первый факт, который мне очень нравится, чем вообще христианская религия, христианская вера, наша вера исповедания, чем она отличается от других. Что в христианстве есть очень примечательные факты, которые связаны с историей. Ты не можешь их выкинуть, они просто есть. Вот такие имена, как вышло повеление от Кесаря Августа. Кесарь Август это историческая личность. Это не просто в Библии написано, это подтверждено историками. Ты сегодня обратись в источники и точно увидишь, что такой человек был. Давай дальше. Это была перепись. И сегодня есть документы, архивные данные, что действительно в то время как раз сделали перепись. Там разные, немного разнятся данные, но тем не менее это есть. И еще вот этот очень важный на мой взгляд герой этой истории, что перепись вышла, это была первая перепись в правлении Квериния. Кверинии. Кто такой Кверинии? Давайте я вам расскажу сейчас. Почему? Сейчас будет такая сухая информация, но она просто, чтобы мы все ее знали. Потому что это тот факт, это тот камень в основании нашей веры, который помогает оставаться мне в трезвом вере. И я понимаю, что моя вера это не просто какая-то, знаешь, былина история жили-были, дед и бабка. Нет. Конкретно есть дата, есть человек, который был, он что-то писал, записывал, это все осталось и это есть. И дошло до наших дней. Это не какая-то, знаешь, поэма, быль. Это что-то очень такое осязаемое. И это помогает быть трезвым в вере. По крайней мере, мне. Квириний. Это вот уже факты из истории. Публиций, а, Публий, Сульпиций Квириний, так его звали. Публий, Сульпиций Квириний. Он родился примерно около 46-го года до Рождества и умер в 21-м году после Рождества. Хорошо? Получается, как раз этот человек жил в то время. Это не Библия говорит, это говорит нам история. Это история говорит. И как публиции, там маленько разнятся данные, он был, он правителем Сирии был не сразу, примерно в 6-м, в 9-м годах он стал, но тут-то история уже первый год у нас, но в то время он был полководцем, и он гасил мятежи. Мятежи очень часто были связаны с налогами. Почему царь, вот этот император, о котором мы читаем, да, Юлий, или кто он там, Кесарь Август, он почему перепись это делал? Он хотел посчитать, сколько он налогов может собирать со своего государства. Он захватил большие территории, ему нужно было понять, сколько людей у него платят налоги, сколько должно быть в казне, обманывают его, не обманывают, додают, не додают. И он сделал эту перепись, чтобы просто понять, платишь ты налоги или нет. И перепись, она катилась от центра Италии и туда вот в задворки, в концы, в конец государства, в самые уголки. И поэтому перепись не была сразу, как у нас, знаешь, в госуслугах раз, и ты проголосовал. Так не было. То есть были компании, ребята специальные, такие как вот этот Квериний. И он шел и занимался этим делом. Записывал всех. Причем записывал не просто так, нужно было приехать в свой город. И все так случилось, знаешь, совпадение, не думаю, да, все так случилось, что Давид своей женой поехали именно в свой город, туда, где они переписывались, и там она родила, родила. И так все сбылось. Да что такое, все не думаю. Иосиф, спасибо. Совпадение, не думаю. Знаете, еще такое совпадение, тоже очень интересно, что где Мария с Иосифом родили своего младенца, Иисуса, да, называется город Вифлеем. Вифлеем переводится дом хлеба. Дом хлеба. Как раз этот город принадлежал Давиду, да? Во-первых, что Мессия, он потомок Давида, во-вторых, он рождается в доме хлеба, в городе. И Иисус называет себя Я есть хлеб. Вот Я есть хлеб. Ты знаешь, когда ты смотришь на такие вот вещи, которые вот так, как раз совпало, ты думаешь, да не может быть. Ну как так-то все сложилось-то? Вот почему? Дом хлеба. Хорошо. И когда мы смотрим на такие факты, как вот Квирини, да, что он управлял, что он жил, что он делал перепись, меня это снова отрезает. Когда я начинаю сомневаться, что, ну а вдруг правда это придумали? А вдруг это выдумка, да? Чтобы манипулировать мною, чтобы как-то, знаешь, меня зомбировать, не знаю, собрать у меня деньги, заставить меня что-то делать. Я человек мыслящий, я сразу обращаюсь к фактам, к истории, я смотрю, что это действительно правда, что такие люди были. И для меня это еще одна вещь, которая меня удерживает в вере. Друзья, вы со мной? Хорошо, следующий факт, следующий факт, который бы я хотел озвучить, это значит пророчество. Пророчество. Тоже такая вещь, которая всегда меня отрезвляет, я так слово буду это употреблять, потому что, когда, я тоже человек, и когда я оказываюсь в долине сомнений, вдруг, в какой-то период своей жизни, думаю, правда, Библия, кто там ее написал, это люди, то я все время вспоминаю пророчество. Человек, который жил за 700 лет, за 700, ну да, Исаия, или там, пророк Михей, сегодня будем употреблять его тексты, он жил за 700 лет до рождения Христа, за 700 лет, 7 веков, 7 поколений, 7 детей родилось подряд, поколения прошли, и он с точностью до города, то есть локационная точность, знаешь, ты скидывал когда-нибудь локацию, где я нахожусь? Ты не дверь. Вот он точно скинул локацию, где родится Христос. Ну как так? Ну почему? И для меня это еще одна такая вещь, которая у меня оставляет в двери, помогает мне стоять, потому что это невозможно. Ты думаешь, ну ладно, одному повезло, совпало. Пророчества о Христе по разным подсчетам от 300 до 450 пророчеств, которые уже сбылись и сбываются. Это люди, которые жили не в одно время. Знаешь, можно сказать, Исаия с Михеем договорились. Они жили примерно в одно время. Один проповедовал в одном государстве, другой в другом, и они договорились. Друг друга подслушали и как бы сказали. Но Михей более точно говорит, где родится Христос. Исаия говорит, называет просто область, где родится Христос. Исаия это дворцовый работник, он при царе был, а Михей он из народа. Но тем не менее они говорят одно и то же. И многие, многие пророчества за годы вперед предсказывают, что произойдет. И для меня это еще один неоспоримый факт, что Писание, Священное Писание, оно, знаешь, настоящее. Что Рождество было, что Христос родился, умер и воскрес. Ну скажи аминь. Аминь. Что-то сонный взгляд. Хорошо. Давайте некоторые пророчества, я зачитаю, просто чтобы как бы не голословно. Допустим, Михея, пятая глава, второй стих. Михея, пятая глава, второй стих. Я прочитаю, чтобы мы понимали. Михеев жил в седьмом, восьмом веке, вот шестьсот, девяносто, семьсот какой-то век до Рождества. Это очень давно. Это для нас с вами почти три тысячи лет назад. И он предсказал, читаю. И ты, Вифлеем, Вифлеем, он называет город. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами уединами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыку в Израиле, и которого происхождение из начала одней вечных. Вау! Это то же самое, что знать бы прикуп, жить бы в Сочи. Вот человек с точностью предсказал. Для человека верующего это такой момент, на который можно опираться. Это не выдумка. Это не просто какая-то история, были ли не были. Это факт. Сбывшийся, исполнившийся факт. Ну и я уже сейчас, Исайя то же самое говорит. Исайя. Хорошо. То есть, мы сказали историю праздника, мы сказали факты, мы сказали пророчества. Теперь еще есть свидетели у нас. У нас свидетели. Люди, которые это видели. Давайте будем тоже читать. Давайте про пастухов. Пастухи-то свидетели. Тоже очень интересно, знаешь. Так, 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 секунду. Это будет у нас Матфея. Сейчас посмотрю. Так, сейчас ищу стих. Нет, это будет Лука все равно, извините. Вот, с 8 стиха буду читать. 2 глава, 8 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня села их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам радость великую, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца, в пеленах лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее славу в Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца лежащего в яслях. И увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Это свидетели. И знаешь, сегодня, может быть, для меня и тебя это не свидетели. Это люди, которые жили когда-то давно, 2000 лет назад. Но тогда это были самые настоящие живые свидетели, которые в течение своей оставшейся жизни рассказывали об этом. Понимаешь, людям явился ангел, и не один. Если с тобой такое произойдет, я думаю, ты будешь помнить об этом всю жизнь. И не просто помнить ты будешь, ты будешь рассказывать всем подряд, кому рассказал. Знаешь, я думаю, у пастухов был свой чат. Они переписывались и говорили, слушай, ты знаешь, что произошло недавно? Что? Ангелы пришли? Да ладно. И они имели общение по своей профессии, знаешь, ну, они общались, встречались в овчарне или в водопое, и они делились этой новостью. Они были свидетелями, настоящими свидетелями. И когда Христос только родился, он уже появился, то новость об этом, знаешь, как какое-то происшествие, ЧП происходит где-то, да, оно распространяется очень быстро. И я думаю, что пастухи как раз были теми людьми, которые распространяли эту новость, уже распространяли эту новость. Интересно очень о пастухах. Пастухи это люди были, к которым относились пренебрежительно. По крайней мере, израильская элита. Почему пренебрежительно? Потому что пастух, человек, который постоянно в горах находится на пастбище 2-4 на 7-3 месяца в неделю, уезжает на вахту. Он пропускает собрание. А дальше пропустить собрание, в Израиле, это типа, ого-го-го, это не у нас в церковь не пришел ты. Пропустил собрание, ты-то как бы не можешь жертву принести, тебе нужно очищаться, тебе нужно объясниться. Ладно, ты собрание пропускаешь. Ты пропускаешь важные религиозные праздники, на которые Моисей заповедовал приходить минимум 3 раза в год всем мужчинам. А пастухи и мужчины как раз они и были. И ты такой приходишь на собрание, тебе говорят, а ты где был на Пасху? Я овец спас. Отойди за линию и пока не заходи. А что они там стоят? Их не пускают. Их не было на Пасху. Да? И знаешь, ну, такое негласное клеймо на тебе. И казалось бы, ну я работаю, да, ну я в шахте на смене, ну я там, ну что я, ну я же работаю, это моя профессия. Угу, да? И вот пастухи, вот они находились вот в такой позиции. Но именно к ним пришел Господь. Понимаешь, он не кого-то избрал, Давид, он был пастухом. А что делал пастух? Давид, я в простоте скажу, Давид играл на гуслях, он находился в степи. Овечки, он разговаривал с овечками, он давал им имена, доли, там еще как-то. Он разговаривал с ними, гладил их. Ну что ты моя устала, ну поешь еще травки. У него была с собой гитара, ну я так современным языком говорю, и проща. Ну когда он, помните, прощи он кидал. И все, что он делал, он разговаривал с овцами, играл на гитаре целыми днями. Ну что ему делать-то? Он песни Богу пел, в небо орал. И спрощи, кидал, ну в это, в дерево кидал, и спрощи, годами, годами. И конечно же, у него были очень сильные отношения с Богом, потому что, а кому ему обратиться? Человека нету рядом, папа далеко, его братья не понимают. И только Господь есть у него. И только Богу он может взливать свою душу, свое сердце, свои переживания, свои страхи. Ты один на один остался, прикинь, медведи ходят там, волки. Тебе надо тренироваться, тебе надо много молиться. А возможно, он часто был в посту. Там же не было доставки, дача, как сейчас пиццу Дота заказал, тебе привезли, не было такого. Конечно, у тебя было стадо, ты мог питаться от молока, все такое. Но тем не менее, знаешь, костер же нужен, а холодно может быть. Разные вещи происходили. И поэтому ангел, он выбирает этих людей. Знаешь, не просто так. Вот я выбираю незнатное миро, я выбираю незнатное миро. Я выбираю тех людей, которые, казалось бы, дальше всех от меня. Но на самом деле, эти люди ближе всех к Богу оказались. И эти ангелы, пастухи, когда увидали ангелов, они были в шоке. Надо еще вот такой момент учесть, что весь Израиль, весь Израиль на тот момент, ну, как бы, знаешь, когда ты сильно ожидаешь. Вот сегодня все ждут Новый год? Ты ждешь праздник? Ты покупаешь фрукты, колбасу, в очереди стоишь, да? Что-то там, какие-то подарки готовишь. Ждешь, да? Ты ждешь. Сколько уже ждешь? Месяц ждешь? Ну, где-то месяц, да? С ноября началось, да? Все вот это вот. Вот это вот, ну, новогодняя суета началась с ноября. А вот Израиль, Израиль, он ждал прихода Мессии. Конечно, не месяц, но уже на протяжении какого-то времени были очень сильные религиозные ожидания. И Израиль, он говорит, ну, когда, ну, когда? И так захватили уже римляне, пришли, все оккупировали, все позабирали, власть непонятно какая. Ирод правит тут вообще, он вообще не доведит. Он не должен быть на престоле. И все ждут, что вот-вот-вот-вот придет Мессия. И пастухи тоже ждали. И вдруг приходит ангел, и он говорит, слушай, Мессия родился. Серьезно, вот это новость, слушай, мы так долго ждем. Где? Он говорит, в Вифлееме. Ну, пошли. Пошли посмотрим, правда. Может, нам показалось. Причем пастухов было, он был не один. Если бы он был один, ему бы не поверили. Он говорит, да ты там перегрелся, видать, на поле на своем с овцами. Давай, до свидания. Нет, их было несколько. А сразу нескольким привидеться не может. Одно и то же. Пойдем, посмотрим. Ну, как бы они еще маленько сомневаются. А вдруг, правда, мы все тут что-то съели не то. Суп. Нам приготовили не тот в обед. И нам всем привиделось что-то здесь. Пойдем, проверим. Пойдем. И они идут в Вифлеем. Знаешь, Вифлеем не был большим городом, как Кемерово или наш Ленинск-Кузнецк. Это был, скорее всего, не очень большой городок или большая деревня. Что? Большая деревня. Когда пастухи пришли, ну, знаешь, сложно было бы найти младенца в Новосибирске. Типа, где родился Иисус? Так вот, ходишь, постучишь во все квартиры. Сложно будет тебе, да? А когда ты приходишь в Вифлеем, надо такой момент еще, давайте учтем сразу. Когда съезжались все в город Давида, ну, когда родственники Иосифа и Мария съезжались в город, то это не была гостиница, как сказано в там перевод. Это было, скорее всего, какое-то родовое поместье. Чей-то родственник был. Потому что все родственники Давида съезжались. По сути, это были братья и сестры. Они же там родились. Им нужно было вернуться для переписи в свой родной город, в дом отца или в дом брата. Просто они все разъехались, кто куда. А теперь они вернулись. И просто кто-то родственников там еще жил, и они все остановились у него дома. Окей? И Мария, она не жила в Холливуд, там где-то на цокольном этаже. Она как все находилась в зале, на диване сидела, смотрела телевизор рождественский. Ну, знаешь, вот она вот так. А когда наступило время рожать, чтобы при всех-то не рожать, она говорит, слушай, давай спустимся вниз туда, чтобы не смущать людей. Ну, скорее всего, это было так. А родственников там много в доме, ну, все съехались, понимаешь? Все съехались. Народу немного, ну, то есть, немало народу. Давай 20. С детьми. Моя сестра рожает. Это же праздник. Рожает. Мальчик рожает. Евреи. Знаешь, как радовались? Они, скорее всего, праздновали. И, скорее всего, на улице, на которой жили они, тоже знали люди. Тоже знали. И когда пастухи пришли искать младенца в большую деревню, то там можно было по пальцам перечесть, на какой улице кто-то родился. Они очень быстро его нашли. Они его нашли и сами продолжали удивляться. И они рассказали, что с ними произошло на поле. А в тот момент там уже были люди, которые радовались рождению младенца. Ты знаешь, поздравляли. Мы смотрим фоточки. Аня с Артемом скидывают фотографии. Так мило. У них ребеночек. Они там кверх ногами всякое разное. Что-то подобное происходило и там. Родился ребеночек Иисус. Они там все ля-ля. Как хорошо. Что-то дарят ему. Люди собрали. Праздник. И тут ребята приходят. Здрасте. Тут у вас кто-то родился? Да. И они начинают ему эту историю рассказывать. И все вот так вот слушают с открытым ртом. И не верят. Они говорят, ангелы пришли, сказали, мы приходим так и есть. Написано, Мария слушала слова сии и слагала в сердце своем. А все дивились. Вы со мной вообще нет. Все дивились. И потом, когда пастухи ушли, они не просто ушли. Они, знаешь, как ушли вот так. Аллилуйя. Вот они вот так уходили. Они славили Бога, написано. Они радовались. А всех тех, кто услышали там, они тоже радовались. Потому что они же ожидали, что родится Мессия. А Мария уже до этого знала как бы все. Она просто молчала. Тут как бы уже не скроешь никуда. Уже все знают. И знают не только в доме, знают на улице. Знают в Вифлееме. Свидетели. И пастухи, когда ушли к себе на работу, они рассказали всем своим коллегам. Они рассказали всем своим хозяевам, на кого они работают. Они рассказали всем своим семьям. У них же дети есть по-любому. Они рассказали всем, 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 всем. И поэтому новость о рождении, о Рождестве, она уже тогда начала распространяться. Хорошо, у нас еще есть одни свидетели. И с другой стороны. Знаешь, это все факты я рассказываю, чтобы в будущем, когда наступит праздник Рождества, чтобы мы все эти факты могли помнить и знать. Это очень важно, я считаю. Еще у нас есть свидетели. Это давай, Матфея, Матфея вернемся с тобой во вторую главу. Так, секунду. А вот, да, это будет вторая глава с первого стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме, в Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим, то есть такая новость, она взбудоражила столицу, весь Иерусалим с ним, собрав всех первосвященников и книжников народных, спросил у них, где должно родиться Христу? Они же сказали ему, в Вифлееме и Иудейском, ибо так написано через пророка. Ну, мы уже читали это пророчество. Седьмой стих. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Придите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую они видели на востоке, шла пред ними, и как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовали с радостью весьма великую, и, вошедши в дом, увидели младенца, с Марией и матерью его, и падши поклонились ему, открывши свои сокровища, принесли ему дары, золото, ладан и смирну, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Еще одни свидетели. Очень интересно, я тоже знаю, что я никогда сильно не думал, но когда начал, вот когда начал я все это вот, ну, ворошить, я сам был удивлен. Что такие волхвы? В другом переводе сказано, мудрецы еще. И волхвы, если обратиться к Моисею Ветхозаветному, да, волхвы, гадатели, чародеи, отрицательные персонажи, такие не очень, с ними нельзя связываться. А вот в данном случае волхвы, это, знаешь, как ученые, звездочеты, люди, которые знают астрологию. Это были люди умные, ученые, с высшим образованием, может быть, не с одним даже. И вот они были с Востока написаны. В Восток, если на карту смотреть, над Израилем, немножко вот так вот туда, правее, это Мидо-Персия. В Мидо-Персии когда-то в плену находились евреи. Помните, да, их в плену вели. В седьмом веке до рождения Христа в плену вели десять колен. И когда эти десять колен там жили, в Мидо-Персии, как раз, откуда волхвы пришли, скорее всего, иудеи принесли туда свою религию. Не, скорее всего, принесли они туда. Кому-то рассказали. Там у них книжечки свои были, библиотеки, синагоги у них даже появились там. И поэтому эти волхвы, они не просто с пустого места такие, а, он звезда какая-то, наверное, родился мессия. Нет. Это не просто так было. Понимаешь? Там до этого прожили иудеи. Семьдесят лет. Сто лет прожили они там. А кто-то вообще не ушел, так и остался там жить. И поэтому эти мудрецы, знаешь, нужно отдать им должное. Они были в духовном поиске. Они искали Бога, какую-то высшую силу, что-то еще. И, возможно, они изучали разные источники. И однажды они наткнулись на иудейские писания, пророчества. И, прочитав их, они поняли, что, слушай, мессия должен родиться. Тот, который спасет весь мир. И тут раз, еще и звезда какая-то появляется. И у них как бы пазл сложился. Они такие, точно родился. Нужно пойти проверить. И они собираются и идут. Ты знаешь, с МИДа Персии идти до Иерусалима полторы тысячи километров. Тогда не было самолетов. Они пешком собрались и пошли. И все думают, когда мы смотрим картинку, волхвы пришли. Там, знаете, вот эта рождественская картинка, когда волхвы пришли, когда пастухи пришли, скорее всего, они пришли в разное время. Пастухи пришли сразу, а волхвы пришли спустя год-полтора. Да, они не сразу, они не вместе там собрались. Волхвы пришли гораздо позже. Потому что, когда Ирод выведал время появления звезды, он понял, что где-то примерно два года уже прошло. И он поэтому назначил два года младенцев всех. Это разное, в разное время они появились. И вот эти волхвы, они тоже свидетели, понимаешь, они пришли, они убедили, что это так. Когда они приходят, вот представь, ты понимаешь, что родился Мессия в той стране, ты такой приходишь, ну логично подумать, что Мессия родился, наверное, у царя родился преемник. Ну да, ну так логично же. И они приходят к Ироду и говорят, привет, что у тебя родился сын, следующий. Он говорит, нет, не у меня. Да вот, знаешь, звезда, ну они ему все это рассказывают, что мы с далекой стороны, у нас подарки с собой, смотри, сколько много. Он говорит, не у меня. И он собирает книжников, фарисеев, и начинает читать, листать, они говорят, слушай, так в Вифлееме должен родиться. Звезда была тогда, Вифлеем там. Он говорит, вы сходите, узнаете там, что как, мне скажете потом. И они приходят, и они убеждаются, что да, действительно родился. Действительно родился. И они радуются. И они дарят подарки. Подарки тоже очень интересные. Золото, смирно, и ладан. Ты думал когда-нибудь об этом? Золото это царский подарок. Золото дарят царям. Ладан дарят священникам. Ладан, знаешь, когда, песни есть такие, там плохие слова про Ладан говорят. Ладаном священник, в кадила ложат, и делает благовоние. А смирно, смирно мажут покойников, бальзамируют. И знаешь, совпадение, не думаю, люди, язычники, приходят почтить Мессию, и дарят ему смирно, ладан, и золото. То есть, царь, священник, и тот, кто умрет. Какой стати, младенцу дарить бальзамиривающие вещи? Он только родился. Каким-то образом, они уже верили, они уже знали, скорее всего, не прочитали, или им рассказали люди, которые были у них в плену, или остались там жить. И они пришли, и они убедились в этом. И когда они вернулись назад в свою страну, они были свидетелями. Они сказали, вот эти тексты, которые у нас остались от тех, кто ушли, они не врут. Это правда. Он правда родился. Кстати, золото пригодилось Иосифу с Марии, потому что они же потом в Египет убежали. На что они бежали-то? На что жить? Золото подарили. Нормально. Они вообще ни в чем. Он приехал в Египет. Ты сегодня в Египет ездишь отдыхать? Вот Иосиф примерно так же приехал, он там в море купался. У него золото. Он тарахтел, да. Все было хорошо. Бог все спланировал, знаешь, таким образом, чудным. Все сложилось. Все узнали, все оплатили, никого не убили. Аллилуйя. Знаешь, вот Аллилуйя, надо сказать. Поэтому, когда мы говорим о Рождестве, нам нужно помнить вот эти вот факты, которые совпадения, не думаю. Вот эти все вещи, которые происходили вот в этой рождественской истории. И это все привело к тому, что сегодня мы с вами, церковь, мы с вами имеем вот эти вот вещи. Хорошо, давайте идем дальше, будем заканчивать. Я про Иосифа не стал говорить, Иосиф самый верующий из всех. Просто представь, вот, представь, вот Аня родила сейчас ребенка, и к Артему приходит ночью ангел и говорит, Артем, собирайся срочно, езжай в Улан-Бек. Он просыпается, говорит, Аня, слушай, пришел ангел во сне, мне сказал ехать срочно. И Мария такая, Иосиф говорит, ну, поехали, что? И они поехали, и уехали в Египет, и в Египет, представь, просто в другую страну переехали жить. Они живут, все хорошо у них, возможно, Аня там открыла Азия бокс, все, бизнес пошел. Потом однажды Артем просыпается, говорит, слушай, возвращаемся назад, ангел пришел. Она говорит, да ты что? Все хорошо, ребенок в школу уже пошел. Может быть, ты ничего там, все нормально вообще у тебя? И вот Иосиф, он самый верующий. Просто Бог во сне что-то говорит, он доверяет и двигается. Представь, три раза ангел приходил ему во сне. Это просто нечто. Ладно, Иосиф, а насколько верующая Мария оказалась, просто представь, она поверила мужу, которому что-то там приснилось. Ты бы смогла так? Понятно, что и Мария уже ангел являлся, и она как бы такая уже, что-то понимает в этом, ангел, ангел, да, мне тоже приходил. Есть о чем поговорить с мужем за чаем, ангелы были у нас с тобой. Но когда тебе ангел во сне, а у тебя все налажено, и золото в кармане, и ты в Египте, такое в тепло, хорошо все. В Египте жить ну круто, да? Надо назад. А там что происходит? Непонятно. Ирод только что умер, римляне правят. И вообще бардак. Ну ладно, поехали. Знаешь, верующие люди. Не то, что я, да, сегодня. Пастор что-то сказал, ты ее 10 раз проверишь, подумаешь, сравнишь. Да, ну пастор не ангел, конечно, да, сейчас хоть что можно сказать здесь. Хорошо. Давайте мы будем заканчивать нашу историю. Исайя, я прочитаю еще Исайю, и мы завершаем. Исайя, это будет Исайя, 9 глава, 1, 2, 6 стихи. Прочество Исайи, значит. А, нет, нет, стоп, 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 нет, не Прочество Исайи. Это Матфея, я извиняюсь, первая глава Матфея, 22, 23 стихи я прочитаю. Там тоже, это тоже Прочество Исайи, его просто Матфей цитирует, Матфей цитирует Пророка Исайю. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через Пророка, который говорит, все дева во чреве примет. Алинбет, ставь, ставь киноспорт, да. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через Пророка, который говорит, «Ведь все девы в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил, что значит «С нами Бог». Эммануил. Эммануил. Вот пророк Исаия предсказал, что родится человек, родится мессия, который «С нами Бог». С нами Бог. С нами Бог. Вот Рождество, Рождество – это тот праздник, когда мы знаем, что Бог пришел в этот мир, чтобы быть со мной. Эммануил. Бог пришел сюда, на землю, чтобы быть с тобою. Понимаешь, когда-то, в ветхозаветные времена, Бог был, как говорят в институте, трансцендентным. Это новое слово я ввожу сейчас, понятийный аппарат. Трансцендентный – это значит очень далекий, которого ты не можешь достигнуть или понять. И вот Бог, который запредельный, бесконечный, далекий, которого ты еще не видел, вот Он приходит на землю специально для того, чтобы быть с тобою. Представь, Он рождается здесь, чтобы быть с тобою лично. И не просто быть с тобою, а быть в тебе. А ты можешь быть в Нем. Да, аминь. Именно это значит Рождество, что Бог пришел, чтобы быть в твоей жизни. С нами Бог. Знаешь, я читаю одну ветхозаветную историю, это как иллюстрация, и там постоянно повторяется, что с Ним был Бог. Это история Иосифа. Знаешь, Бог пришел на землю, чтобы помочь нам решить многие проблемы. Многие проблемы. Есть одна большая проблема, огромная, которую мы сами с тобой не можем решить. Проблема спасения. Проблема искупления. Мы сами, как люди, не можем ее решить. И Бог пришел, Иисус, чтобы быть с нами, чтобы эту проблему большую решить. Потому что когда-то в Эденском саду, да, Адам и Ева, они, в общем, свернули не на ту дорогу. И сегодня мы пожинаем эти последствия. Но Иисус пришел, чтобы быть с тобой, чтобы эту большую проблему исправить. И он ее исправил, да, для нас. Но есть еще много маленьких проблем разных, которые происходят в нашей жизни. Разные проблемы. Со здоровьем, с деньгами, в семье, с машиной. Жена потеряла карточку два дня назад в Сбербанк. Выронила. Знаешь, какая-то проблема оказалась? Вот, я прихожу, она говорит, я потеряла карту. Что мне делать? От карта, знаешь, там, привязана госуслугам, каким-то платежам, детскому саду, там, знаешь, вот это все нужно вводить заново, перевыпускать. Сейчас праздники. Это оказалось проблемой, знаешь, вот такого небольшого нашего семейного масштаба. Ну, я смотрю, это вообще не проблема. Знаешь, Иисус пришел, чтобы и в этих проблемах быть с нами. С нами Бог, Эммануил. Он в этих проблемах, чтобы быть с нами. В разных, в разных, в любых. Ты скажешь, ну, как Бог может решить мою проблему, да? У меня колесо сдуло. Ну, как Бог может решить мою проблему? Или там еще что-то произошло, трудности какие-то, да? И вот был такой парень Иосиф. И знаешь, у него были проблемы покруче наших с тобой. Его братья, родные, продали в рабство. Это реальная история. Взяли и продали в рабство за 30 рублей. Убивать как бы неохота совсем, грех на душу брать. Просто продали. Иосиф оказался в чужой стране, без паспорта, без прописки, без семьи, без средств существования. Вообще все, образование, все пропало, ты не, все. Большая проблема? Ну, как ты думаешь, это большая проблема? Это огромная проблема. Потеря карточки Сбербанка по сравнению с этим вообще ничто. Но написано, но Бог был с ним. А я добавляю, а Иосиф был с Богом. Я добавляю, а Иосиф оставался верующим. Вот в этой проблеме он остался человеком веры. Знаешь, можно было, оказавшись в плену, пуститься во все тяжкие, обидеться, уйти из церкви, сразу из чата выйти, можно сказать, да все. И все, какие вы верующие. Родные братья продали, родные. С одной церкви были, понимаешь? Но Бог был с ним. А я добавляю, а он оставался верующим. Ты знаешь, проходит какое-то время, ну, я не знаю, вообще он там пробыл около 17 лет. Какое-то время, ну, 2-3 года точно проходит. И ты знаешь, он поднимается, он становится управляющим, главным экономом всей усадьбы, начальник охраны президента. Он у него работает. Нормальная такая должность. И у него все хорошо наладилось. Личный автомобиль, секретарь, зарплата хорошая, пенсия даже появляется уже. Как бы нормально все выправилось, более-менее. Есть, конечно, шрамы на сердце после предательства. Но более-менее как бы жить можно. И тут раз тебе дьявол не спит, как рыкающий лев, ходит рядом. И тут жена Патифара, она говорит, он спал со мной. И его садят в тюрьму. Большая проблема. В тюрьме оказаться ни за что. Проблема. Еще непонятно, на сколько тебя посадили. 5 лет дали тебе или 10. Мало того, ты находишься в плену, тебе еще срок дали. Приехали, здрасте. Теперь судимостью на работу не возьмут. Сидел и думал, Иосиф. Но ты знаешь, шло время и написано, Бог был с ним. Эммануил, Бог с нами. Бог был с ним. А Иосиф был с Богом, он оставался верующим. И ты знаешь, он в тюрьме тоже поднялся. Он стал смотрящим за тюрьмой. Да, именно им он и стал. Он стал решать все вот эти вопросы. Кто когда ест, кто на прогулку идет. Он выдавал робу тюремную. Он эти вопросы стал решать. И он уже вот так ходил, с четками, наверное. Это я так уже добавляю сам. Нормально он себя чувствовал? Хорошо. Ну ладно, в тюрьме. Я понимаю, что шрамы тоже все равно есть. Но Бог был с ним. Если мы эту историю читаем дальше, мы знаем, что Иосиф в итоге становится премьер-министром всей страны. Вторым человеком в государстве. У которого личный автомобиль. Жена уже появилась. Дети. Бесплатная путевка. Отдыхать можно ездить. Он все вопросы решает в этой стране. И не только в этой стране. К нему начинают с других стран приходить и просить хлеб. Продай нам хлеба. Бог был с ним. Знаешь, у Иосифа были большие проблемы. Я смотрю вот так, думаю. Ну я бы точно все. Но Бог был с ним, а он был с Богом. И он смог пройти эти проблемы. И знаешь, Иосиф, может быть, находясь в той или иной проблеме, он не понимал до конца. На меня что, весь ад ополчился? Почему именно со мной? Почему я? Почему ты на мне заостряешь внимание? Почему я что? Лысый что ли? Или как? Что произошло не так? Но в конце жизни Иосиф понимает. Все, это был Божий план. Это не было просто так. Но Бог был с ним. Когда мы с тобой вспоминаем о Рождестве, рождественскую историю, когда мы вспоминаем этот праздник, о том, что Иисус пришел в этот мир, Он пришел, чтобы быть с тобою. Он пришел, чтобы быть со мною. В моих трудностях, в моих радостях, в моей жизни. Но есть всего один вопрос, который я задаю себе сегодня. Один. А ты с Богом? Потому что Он пришел, чтобы быть с нами. А мы готовы быть с Ним. Ты готов быть с Ним? Христос родился в этом мире. Хорошо. И все об этом знают. И многие люди об этом знают. И даже отмечают этот праздник. Знаешь, Он родился там, в истории. Но родился ли Он в моей жизни? Родился ли Христос в моей семье? Родился ли Христос в моей работе? В моих отношениях? Родился ли Христос у моих родственников? Родился ли Он во всей моей жизни? Или еще нет? Он родился только в истории, как праздник. А в моей жизни Он еще не появился. Никаким образом. Это главный вопрос. Потому что Бог никуда не девается. Он никуда не уходит. Он все равно с нами. Бог с нами. Но огромный вопрос. Мы с Богом. Знаешь, Иисус пришел, что Бог говорит, я создам церковь мою. Церковь – это тело. И этот вопрос, как бы, если перефразировать, а я в церкви, а я в теле, я член тела. Я вообще каким-то образом отношусь к нашей семье. Я родился в теле Христа? Или Он родился, а я просто? Это главный вопрос сегодняшнего послания. Родился ли Христос в моей жизни? Вот. Бог пришел к нам. Мы можем Его не пустить. На картинке, на которой изображен Иисус, который говорит, все стою и стучу у двери к тебе, стучу, и Христос стучится. Там ручка только с одной стороны. С той стороны, которую можешь открыть только ты. Господь не будет выламывать двери. Вот. Я, знаешь, предлагаю помолиться нам сейчас. Всем встать и помолиться. За то, чтобы Иисус не просто родился в истории, чтобы Он родился во всех областях, сферах, во всех, во всех уголках нашей жизни. Хорошо? Хорошо? Во всех, во всех уголках нашей жизни. Дорогой Господь, спасибо тебе за то, что ты послал Сына Своего в мир, и Он родился. И я молюсь, Боже, чтобы рождение Твоего Сына произошло в моей жизни по-настоящему. Чтобы рождение Твоего Сына произошло во всех уголках нашей жизни, во всех уголках нашей церкви. Пусть Иисус, как Мессия, как Спаситель, как Царь, как Господь, родится везде в наших жизнях. И это будет не просто слова, это будет видно, что Иисус Господь родился в нашей жизни. Господь, я благоставляю, пусть это произойдет по-настоящему. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, у нас два сбора. Второй сбор. Welcome. Можно переводом. По номеру телефона Павлов Генчик. Господи, благоставляем сбор. Все долги, которые есть, пусть погаснут. Пусть будут выплачены. Благостави, Господь, кто жертвует щедро, восполни во имя Иисуса Христа. Аминь. И, Господь, мы благоставляем наши нужды, которые у нас сегодня есть. Верим, что просим мы во славу Твою. Пусть сегодня будет восполнено, Господь. Мы знаем, что Ты отвечаешь, помогаешь. Благоставляем всякого, кто записан в нашем журнале. Верим, что Божье Слово придет, восполнит, будет покаяние, будет жизнь в Христе Иисусе. Аминь. И мы одна церковь, одна семья. На всяком месте мы письмо Христа. Аминь.